На что вы обращаете внимание, покупая новую пару туфель или кет своему ребенку? Необычный дизайн, яркие детали – все это, безусловно, нравится детям. Но даже в самой красивой обертке может оказаться некачественная и далеко небезопасная пара башмаков. Иногда бывает, конечно, что приходится сомневаться в натуральности материалов, потому что производителям заявлено, что, к примеру, обувь должна до минус 30 сохранять тепло, у ребенка ноги мерзнут. Запах изнутри и выделение. Берешь обувь, иногда она, если качественная, то сразу видно по внешнему виду. А если некачественная, то ее сразу видно. Там нитки и все остальное. К весу, внутренней и внешней отделке, высоте каблука, устойчивости окраски детской обуви, нынешние техрегламенты и санитарные нормы предъявляют весьма строгие требования. В первую очередь, очень важно требование для детей до года. Для детей до года запрещается использование во внутренней отделке обуви и подкладочке искусственных и синтетических тканей. Отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как выделанная кожа или текстиль, специалисты рекомендуют при выборе детской обуви как для совсем маленьких, так и для детей постарше. У детей до трех лет не допускается открытая задняя часть, а уже старше трех лет допускается фиксированная задняя часть обуви. Это связано с тем, чтобы ребенок при ношении и обычной детерезвязи бегать не получил травму, не выпал из этой своей туфельки. И еще один важный момент, на который родителям следует обратить особое внимание. Детская обувь не должна выделять в окружающую среду и в модельной среде. А модельная среда – это потовая среда, то есть при ношении ног потеет и не должны выделять вредных веществ, такие как фенол, остаточный или водовыделяемый хром. И эти все параметры нормируются. Эксперты предупреждают – современные клеи и материалы могут быть токсичны. Последствия ношения такой обуви, если не аукнется завтра, обязательно приведет к серьезным осложнениям в дальнейшем. И речь идет не только о банальной аллергии или кожных заболеваниях. Вероятность возникновения рака в этом случае возрастает в сотни раз. Но как обычному покупателю понять, что за обувь перед ним? Конечно, небезопасный экземпляр может выдать резкий запах. Но далеко не всегда наше обоняние может уловить опасные канцерогены. Как правило, выявить их можно только в ходе лабораторных испытаний. Именно так в ходе одной из проверок специалистам Роспотребнадзора удалось обнаружить в сети детских магазинов «Бубльгум» опасные пинетки. В частности, находили пинетки, которые были на 70% изготовлены из синтетических искусственных материалов. И такие пинетки для новорожденных были сняты с реализации. Как эти пинетки оказались на прилавке крупного магазина – непонятно. Перед выпуском обувь обязана проходить подтверждение на соответствие. Вот и получается, современным производителям закон не писан. Цена-качество провела собственное расследование. Несколько пар обуви для эксперимента нам предоставили коллеги. А вот эту пару кроссовок мы приобрели все в том же «Бубльгуме». Все образцы мы отправили в лабораторию на проверку. Состав материи, из которой изготовлены новые киды, сразу вызвал сомнения у экспертов. И, как оказалось, не зря. В спортивных полу-ботинках на этикетке указано материал, из которой изготовлены обувь. На первом месте стоит кожа, то есть ее должно быть большее количество, далее текстиль. На самом деле кожа является только небольшая деталь данных полуботинок. Устойчивостью окраски эти кроссовки, в отличие от других участников эксперимента, также похвастать не могут. Она на нижнем уровне нормы. Теперь узнаем, насколько безопасна обувь. Для этого эксперты поместили ее на сутки в климатическую камеру при температуре 37 градусов. Затем произвели отбор воздуха для определения вредных веществ. Мы искали формальдегид, фенол, бензол, талуол, ацетон и винилхлорид. Формальдегид обнаружен в спортивных полуботинках. Норматив для данной обуви по выделению формальдегида составляет 0,003 мг на метр кубический. В данной полупаре обуви обнаружено именно такое количество формальдегида. То есть сказать, что формальдегида больше и обувь опасная мы не можем. Но все-таки задуматься о покупке такой обуви стоило бы. Теперь обрадуем коллег. В остальных образцах опасных канцерогенов эксперты не обнаружили. А если у вас есть сомнения в качестве обуви, которую носит ваш ребенок, настойчиво рекомендуем. Хватайте сомнительную пару, даже если она нравится вашему малышу, и отправляйтесь с ней в Роспотребнадзор. Выйдут специалисты Роспотребнадзора, отберут необходимое количество пар обуви и предоставят ее нам на анализ, где мы уже дальше с полной уверенностью можем сказать качественная, некачественная, опасная или безопасная данная обувь. Все услуги эти предоставляются бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин